всем привет вы знаете что в москве новый припадок здесь они со всей силы бьют военный барабан и кажется уже не разобрать кто первый начал смотрите представители мида российские коллаборанты и российский телевизор сплелись в унисон и все рассказывают один за одним о том что украина попытается освободить оккупированные россии части донбасса ну якобы для того чтобы перенести выборы еще не добавляют что украина совершила провокацию в результате которой российское фсб атаковала украинские корабли в нейтральных водах и теперь внимание попробуем уловить логику зачем же тогда россияне атаковали украинские корабли в нейтральных водах может быть они сами провокаторы и таким образом манипулирует избирательным процессом объясняя что таким образом якобы действующий президент хочет сорвать избирательную кампанию я уже говорил но повторюсь если выборов не будет они будут и это уже принято постановление верховной рады то у действующего главы украинского государства шансов переизбраться не будет и никто на шаг отмены не пойдет ну разве что русские начнут бомбить украинские города но слава богу нам есть чем встретить захватчиков украина как вы знаете на нашем прошлом брифинге может говорили об активных приготовлениях вооруженных сил украины к возможным силовым акциям в донбассе да да неделю назад уже мария владимировна рассказывала о том что она получила информацию из социальных сетей и да когда в четырнадцатом году российский зеркобук который завалил в малазийский боинг пересек украино-российскую границу тоже было много сообщений в социальных сетях но здесь их отвергли ну а что кто сказал кто запретить русским сбивать гражданские самолеты если им так хочется к сожалению тревожные новости из этого региона продолжают поступать согласно имеющейся информации в ближайшие дни киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем чтобы воспользовавшись введенным в том числе в донецкой и луганской областях режимом военного положения организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящийся под контролем донецкой территории при азове и выхода на границу с россией не кажется ли вам странным почему же это представительница мид россии недовольна выходом украины на украинскую границу вообще-то так прописано в документах ну например уон и даже в двухсторонних документах между украиной и россией хотя какие тут документы о них давно разорвали тем не менее остается загадкой что же было первым курица или яйцо и кто из этих двух персонажей является яйцом а кто курицей вы сейчас все поймете хочу сделать экстренное заявление нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки вооруженных сил украины к наступлению на мариупольском направлении получена из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков цель планированного наступления захватить территорию новоазовского тельмовского района и установить контроль над участком границы между донецкой народной республикой и российской федерации как вам заявление этого клоуна он вообще-то цитирует захарову или захарова его чит цитирует или с администрации президента россии или минобороны россии пришли одинаковые уведомления что говорящим головам озвучивать но этот чувак ну просто великолепен отдел военную российскую форму и почему-то называет себя ополченцем договори прямо просто русский коллаборант который перешел на сторону врага для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку ее пополнение силами и средствами осуществлялась вооруженными силами украины на протяжении последних месяцев о чем кстати неоднократно сообщалось с мм обсе только вперед с 1 по 7 декабря наблюдателями обсе были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники какая интересная загогуля у нас же мария владимировна сторонник теории гражданской войны и казалось бы в такой ситуации когда кремль говорит о том что он гарант минских соглашений вот это бла-бла-бла то почему же представитель российской федерации озвучивает только информацию которая предоставлена смм об асе но по украине там же есть и вторая сторона но здесь почему-то это выглядит как будто кто-то набрал в рот воды или даже не воды потому что та же захарова на своих брифингах говорит что нет ничего плохого в том что боевики сбивают и мешают работе беспилотным беспилотником обсе чтобы они больше не фиксировали так явно переброску российской военной техники на купированную часть украины аммиак и другие берегите детей они наименее защищены в этих условиях но вот с этим дядей в военной форме у них есть что-то общее в части риторики и говорят они практически одни и те же вещи ну потому что играют они в одной оккупационной команде по замыслу киевских стратегов это резкое обострение ситуации нужно президенту украины порошенко нужно как воздух чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов и опять же это резкое обострение ситуации в донбассе даст порошенко повод для продления военного положения вплоть до возможности отмены президентских выборов еще не называют себя братским народом но казалось бы если можно использовать слово братья мне нравится больше соседей причем один из них безумно агрессивный так вот должно бы как-то ну хоть немножечко совпадать в части логики ну смотрите она предполагает что украина пойдет в атаку для того чтобы поднять рейтинг петра алексеевича но понимаете ли в чем дело когда ты идешь в атаку ты автоматически несешь большие потери и я например не уверен что украина готова к массовым похоронкам с линии фронта на оккупированном донбассе и что дальше согласно этой логике петру алексеевичу нужно наступать ближайшие пять лет но чтобы переносить и переносить выборы и таким образом отсидеть полностью на второй срок но если мы будем делать так то я боюсь что намного раньше украинские бойцы будут мыть ноги украинские сапоги где-нибудь в районе владивостока но факт остается фактом что здесь они синхронно но просто визжат по поводу подготовки украины к войне я вам хочу сказать что вот видео которое вы можете посмотреть здесь все депутаты госдумы говорили о том что украина готовится напасть на россию на самом-то деле это история 1939 года ну вы помните польша напала на фашистскую германию и это абсолютно идентичная ситуация уверен что украина ни на кого нападать не будет а самое главное что любые передвижения и действия украинской армии они направлены на освобождение украинских территорий и это захватчикам надо понимать ситуация с правами человека на украине продолжает деградировать катастрофически в стране не прекращаются репрессии в отношении тех кто не желает примкнуть либо к русофобскому курсу либо к общему мейнстриму а общий мейнстрим у нас тоже русофобский у нас страна такая как выяснилось казалось бы всего-то отжали у нас крым донбасс и убили больше десяти тысяч человек мы стали по таким мелочам русофобами странно такой так называемой встречи церковных раскольников киеве продолжается давление на священнослужителей канонической украинской православной церкви контексте разжигаемой правящим режимом религиозной войны были проведены обыски у наместника киевско-печерской лавры митрополита павла даже удивительно почему сбу проводит обыски и вообще какие-то спец мероприятия у тех кто топит в открытую за русский мир и зовет оккупантов дальше ну наверное потому что избу делает свою работу может быть так ну-ка почитайте новости в части деятельности фсбшников тут как не новость от этой спецслужбы так сразу выясняется что они ликвидировали бандитское подполье ну естественно с летальным исходом для тех кто оказался с другой стороны но ведь это понятно если человека замочили силовики значит он был бандитом вообще складывается впечатление что именно к объединительному собору по поводу создания украинской независимой а автокефальной церкви и раздувается вот это вот горячка здесь в россии и очевидно провокации возможны ведь для них это значит что москва перестает быть как они тут говорят третьим миром потому что большая часть православных людей смогут ходить в свою церковь в церковь которая стоит за нашу страну которая отпевает наших солдат и благословляет наших защитников на борьбу с агрессором а не наоборот как делает это как его там рпц церковный исключительно внутренний вопрос он реально здесь шатает умы и по традиции они везде находят американский след ну то есть понимают кто главный на планете мы обратили внимание на недавнее заявление госсекретаря сша господин помпео включение россии в некий специальный список стран которые согласно американскому закону международной религиозной свободе цитирую ответственны за злостные нарушения свободы вероисповедания что у людей происходит в госдепартаменте понять невозможно там вообще специалисты остались какой-то вообще парад непрофессиональных заявлений которые мы сейчас видим от американских дипломатов причем я бы сказала высшего звена комментируя этот шаг своего руководителя представителя госдепартамента сша по вопросам свободы вероисповедания в мире экспонент браунбек на брифинге сообщил журналистам о намерении вашингтона применить в будущем санкции против нашей страны в связи с неким нарушением религиозных свобод вы серьезно серьезно нужно верить дяде сэму конечно самые большие профессионалы работают в мид россии а неудачники их выбрасывают и на нем долго ставят в очереди пока наконец-то их не пригреет госдеп но давайте-ка посмотрим на ситуацию внимательно вот мария владимировна возмущается что американцы обвиняют россиян если бы все так было просто ну точно бы например с оккупированного донбасса не сгоняли бы священнослужителей представителей других церквей с этих территорий но нет почему то остается только рпц да да та самая которая в местных храмах прятала российских боевиков вместе с террористом гиркиным наверное совпадение я просто хотела бы задать вопрос а точно ли при подготовке при подготовке материалов не перепутали слова россии украина такое впечатление что материалы далее по украине а в последний момент замазали чем-нибудь и написали сверху россия нет это вряд ли вы зря думаете что все работают как на российском телевидении когда разочаровавшихся майданом участников находят в минске которые никакого отношения к этому не имеют ну то есть нанимают актеров по сути я просто хотел бы напомнить что это именно на украине происходящее событие вокруг канонической православной церкви гонения на ее священников и мирян постоянной угрозы физической расправы в их адрес так вот вот это все в сша никого не волнует включая господин браунбека такое впечатление что кто-то пересмотрел российского телевизора но реальность она очень и очень далека от российской пропагандистской картинки так мало того он лично активно вмешивается в религиозные дела украины и насаждают чуждую миллионам ее верующих автокефалию всячески поощряя раскольнические шаги порошенко и константинопольского патриарха варфоломея о как я все больше и больше горжусь тем что я гражданин украины смотрите у нас президент он во всех делах замешан в том числе и церковных он командует европарламентом разрушает встречи трампа и путина и теперь вместе с варфоломеем затеяли вот такую авантюру но только мария владимировна забывает что варфоломей он вселенский патриарх соответственно он самый главный но это если мерить российскими категориями есть путин и все остальные здесь точно также и использовать словосочетание раскольники уже не получится потому что после обретения томаса и создания украинской поместной церкви раскольниками будут именно российские попы или русские наверное российские это все-таки более точное высказывание хотя честно говоря даже фраза по раскольнические шаги порошенко она звучит немножко абсурдно потому что хотел бы еще раз напомнить речь идет о президенте светского государства можно подумать что официальный представитель мид россии представляет не светское государство но ничего нормально так комментирует тут религиозные дела да они вас не касаются это наша страна и у нас будет в любом случае своя церковь это мне кажется понятно мы понимаем что стоит за действиями господина браунбека и вообще всего того направления американской дипломатии которая занимается этими вопросами это попытка разделить духовно народы россии украины лучше видимо всего с их точки зрения в принципе столкнуть их теперь уже и на религиозной почве кто будет оказывать сопротивление тот того либо сбу допросит и посадит либо окажется под американскими санкциями вот он тайный союз сбу и американских санкций кстати они здесь так гемонизируют нашу спецслужбу и правильно делают пусть боятся мне кажется от этого безопасность должна быть на более высоком уровне но что мне режет слух мария владимировна говорит что хотят разделить российские и украинские народы и на религиозном поприще и столкнуть их на религиозной основе ну то есть это признание что на других фронтах это уже произошло но понятно виноваты американцы они правят миром но разве они могут дать команду путину атаковать украинские корабли и захватывать украинские земли это что же получается в четырнадцатом году именно обама приказал путину напасть на украину что-то тут не сходится вот краткий обзор абсурда американской внешней политики честно говоря это конечно уже совсем за крайне многое в россии совсем за гранью но это не повод а падать духом не повод а не радоваться каждому дню поэтому любите себя любите свою страну ходите к любым церковным деятелям в любые церкви но это не основание лишать тех кто хоть хочет ходить в украинскую церковь такого права читайте агентство униан подписка на канал обязательно увидимся все будет украина информационное агентство не спром а и сейчас вопроса связано ситуации с как вы отметили сегодня деградация нарушения прав человека на украине в связи с введенным военным положением в сети начали появляться очень ужасающие кадры которые показывают насильственную мобилизацию а плачущие матери буквально молодые парни или можно сказать мальчишки которых насильственно забирают в то же время возглавляющий киевский режим петро порошенко делает очень агрессивное заявление на английском языке западного телеканала в этой связи а имеет ли имеется ли какой-то мировой механизм когда человек который занимает большой государственный пост угрожает безопасности не только своей стране но и мировом сообществе а быть быть отозван со своей президентской должности то есть а может ли мировое сообщество в том числе и россия отозвать признание президента украины как таковым если ни для кого не секрет что киевский режим пришел незаконно власть спасибо я не думаю что есть как какие-то специальные механизмы есть для этого мы политические меры и дипломатическая практика вот в рамках политики осуществляющиеся государством можно прибегать к различным механизмам это есть в исторической практике конкретно эту ситуацию применительно то стране я не считаю нужным комментировать на украине предстоят ближайшее время на выборы мы прекрасно понимаем в каких условиях они проводятся и что власть делает для того чтобы хоть как-то свой рейтинг поднять и это очевидно это видите но украинского народа будет возможность сделать свой выбор даже в этих условиях